Члены Совета Старейшин будут вовлечены в реализацию приоритетного проекта «Старшее поколение». С председателем общественной организации Львом Кураковым встретился глава республики. Подробности в следующем материале. Так как у него ВЦП, он самостоятельно у нас очень плохо ходит. Ну, преимущественно мы передвигаемся на колясочке. Так вот, также ездим мы постоянно к врачам на реабилитацию, то есть в аэропорте и везде. Социальное такси. Этот проект уже реализуют в ряде субъектов страны. Подобная служба в ближайшее время появится и в республике. В муниципалитеты поступят специализированные автомобили, которые будут доставлять пожилых людей до больниц. Еще одна инициатива Совета Старейшин – установить памятные доски людям, внесшим вклад в развитие региона. Всем тем, кто отдал свою жизнь и продолжает трудиться на благо нашей любимой Тюбарской республики и в целом нашего российского государства. Скажу откровенно, работа, она ответственная и не очень простая. Внутренний мир у ветеранов требует морально-духовной поддержки. И в этом плане наш Совет ветеранов, организация на местах, Совет Старейшин. Мы работаем вместе вплотную, и это оказывает очень положительное влияние. Макарный человек – это произведение искусства, как я говорил. Социальная защита ветеранов – приоритетная задача, отметил глава республики. Совет ветеранов труда по тем званиям, которые от трудового стажа просили, мы присваивали, будем присваивать. Если взять цифры, в принципе, более чем 70 тысяч ветеранов получили звание ветеран труда, и соответствующие льготы они получают. Третий, каждый четвертый ветеран получает соответствующие льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Тут тоже сбоев нет. Опыт ветеранов может быть полезен молодым. Михаил Игнатьев предложил привлекать членов Совета Старейшин к работе по созданию Центра одаренных детей. Дмитрий Ковалев и Никита Углев. Республика.